Здравствуйте! 21 июля мы празднуем день обретения Казанской иконы Божьей Матери. Событие это произошло в 1579 году в городе Казани. Город этот был опаляем пожарами, и очень много людей пострадали от тех пожаров, которые бушевали в этом городе. И, в общем-то, язычники уже начали говорить, что вот это ваш Бог на вас прогневался, что посылает такое бедствие. Ну и чтобы утешить православных христиан, Господь дает такую милость, что в городе в этом обретается чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Пожары после этого прекращаются, а икона эта сыграла немаловажную роль в истории нашего Отечества. Казанская икона Божьей Матери – это одна из самых почитаемых икон на Руси. Что связано с памятью этой иконы? Ну, 4 ноября этот день стал государственным праздником, потому что в этот день по предстательству Божьей Матери была освобождена Москва от поляков. Освобождение Москвы, прекращение смутного времени. Все мы из истории знаем, и из школьного курса, и сейчас об этом очень много говорится. В умах людей воцаряется мир и покой. На престол восходит законный царь. Начинается ненастья Романовых. Все это связано с иконой Казанской Божьей Матери. Перед ней молился патриарх Гермоген, чтобы Господь даровал победу русскому ополчению над интервентами. И Москва освобождается, наша страна получает опять свободу, свободу верить в Бога, свободу, свободно жить своей жизнью, устраивать свою государственность. Все это было благодаря кодательству Божьей Матери за наш человеческий род. Царь Петр Казанскую икону ставит в основании города Петербурга. Тот город, который он основывает на Неве. В Казанском соборе, центральный храм тогда нового города, был поставлен образ Казанской Божьей Матери. Перед ней тоже просили победы над шведами. Эта победа была получена. Вот посмотрите, вообще образ Казанской Божьей Матери и другие образа, другие иконы, которые мы имеем, как много через эти образы Божья Матерь давала нам милости в борьбе с врагом, с внешним врагом, в борьбе с теми народами, которые пытались поработить Россию, пытались поставить ее на колени. И люди, которые молились перед этими иконами, перед этими образами, обращались к Божьей Матери, они получали просимое. И не только вот в войнах и с поляками, со шведами, но и в Великой Отечественной войне икона Казанской Божьей Матери опять вспоминается, опять народ обращается к ней. В Москву приезжает епископ в городе Иванский Илья. Ему было видение, что по молитвам Божьей Матери суд о российском, о нашем отечественном, переложен на милость. И вот он говорит, что перед этой иконой должны служиться молебны и должен совершиться крестный ход вокруг Москвы. И с иконы Казанской Божьей Матери на самолете облетают вокруг Москвы. Немецкие войска в Москву так и не вошли. И вот та линия фронта, где остановились немецкие войска, по этой линии фронта была пронесена на самолете икона Казанской Божьей Матери. Там, где она прошла, там и пролегла линия фронта, с которой началось наступление. Вот как много связано с этой иконой. Ныне эта икона не утеряла свое значение. Не только в таких больших глобальных мировых масштабах мы просим помощи перед этой иконой, чтобы Божья Матерь была нашей ходатайцей. Но и каждый в своих нуждах, в своих земных нуждах, в духовных нуждах может обратиться к этой иконе, и Божья Матерь его услышит. Икона эта чудотворная. Но не все иконы чудотворные, но через все мы обращаемся к Божьей Матери. Если наша молитва чистая, от чистого сердца, то мы получаем просимое. Если эта молитва нам идет еще на благо. Перед иконой Божьей Матери мы молимся об исцелении. Мы молимся о том, чтобы в семье у нас было благополучие. Мы молимся о мире и покое. Мы молимся о прощении, чтобы она была ходатайцей перед сыном своим за нас, грешных. Мы молимся очень о многом. И если у нас есть вера, то мы получаем просимое. О чем можно просить еще Божьей Матери? Перед иконой Казанской молится об исцелении глаз. Человек, который болен зрением, он может попросить то, чтобы Божья Матерь умолила Господа даровать ему зрение. Если это будет на пользу этому человеку, если он будет с верой приступать к этой молитве, он получит просимое. Много нужд, которые мы имеем, мы можем приносить в храм, мы можем обращаться с этими нуждами к Божьей Матери. Мы должны помнить про то, что Господь в лице Иоанна Богослова усыновляет ей весь человеческий род. И она относится к нам, как к своим детям. При кресте Господь сказал Иоанну Богослову, все мати твоя, указав на Божью Матерь. А Божья Матерь, указав на Иоанну Богослову, сказал, что все сын твой. Вот там на кресте при Голгофе совершилось вот это таинственное усыновление всего человеческого рода через Иоанна Богослова Божьей Матери. Поэтому мы все являемся ее детьми. И как любящая мать, она всегда возносит за нас свои молитвы и всегда является нашей помощницей и покровительницей. И всегда в своих нуждах, болезнях, скорбях мы должны не забывать об этом, не превозноситься, не гордиться, а прибегать к ней и просить ее помощи. Особо в те дни, когда чествуются ее святые иконы. В день празднования Казанской иконы Божьей Матери мы тоже должны постараться присутствовать и на богослужении, и своими молитвами не забывать Божью Матерь. Через явление своих святых икон она дарит нам великую милость. Ведь не просто так являются эти иконы, они являются в годиной искушений, они являются тогда, когда народ нас особо страждет, тогда Божья Матерь через свои иконы являет особой милостью, которую на нас изливает Сын ее, Господь наш Иисус Христос. Вот давайте про это помнить и всегда в своих молитвах обращаться к Божьей Матери. И она, как неотступная наша защитница, заступница, будет всегда ходатайствовать за нас перед Сыном Своим. И по нашей вере, по нашему прошению мы будем всегда получать от нее милость и благодеяние. Давайте об этом помнить и всегда прибегать к ней со своими молитвами, как к родной любящей Матери. Спасибо вас, Господи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok